Урок 4. Синхронизация композиций в режиме аранжировки Открыв режим аранжировки, в первую очередь создадим два аудиотрека, нажав правой кнопкой мыши в области Mixer Drop Area. В появившемся списке выберем команду Insert Audio Track, либо нажмем комбинацию клавиш Ctrl плюс T. Затем определим желаемую скорость микса, измеряемую в количестве ударов в минуту, с помощью параметра Tempo. Нажав по нему левой кнопкой мыши и не отпуская ее, двигаем мышь вверх для увеличения скорости или вниз для понижения. Далее находим в браузере первые два трека, которые планируем использовать в миксе, и перемещаем их, зажав левую кнопку мыши из браузера в подготовленные аудиотреки. Для отображения диаграммы аудиоданных следует нажать треугольник Unfold Track Button, находящийся возле названия аудиотрека. Теперь деактивируем воспроизведение первого трека, нажав правой кнопкой мыши по цветной полосе, находящейся над диаграммой, и в появившемся списке выберем команду Deactivate Clip. Воспроизводим второй трек для поиска момента начала сведения. В большинстве случаев им является первый удар основного барабана. Найдя нужный момент, ставим указатель возле него и увеличиваем масштаб диаграммы аудиоданных, нажав несколько раз кнопку плюс на клавиатуре. Ставим курсор на расстояние примерно полсекунды до удара, а затем удаляем предшествующий отрезок трека, что в дальнейшем облегчит нам поиск данного места. Активируем первый трек, деактивировав второй, и ищем в конце первого трека точку начала сведения. Обычно ей является первый удар в части трека, называемый выходом. Затем двигаем второй трек таким образом, чтобы точки начала сведения у обоих треков совпадали и удары били синхронно. Для этого увеличиваем масштаб диаграммы практически до максимума и располагаем всплески диаграммы, отображающие удары, напротив друг друга. Возвращаем масштаб к исходной величине и слушаем, что получилось. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...